Автоград или поле чудес? Этой дилемме уже не один год. Вот и сегодня на пресс-конференции в мэрии снова обсуждали проблемы взаимоотношений мошенников и доверчивых граждан. Число обманутых вкладчиков растет день ото дня, отмечает руководство УВД и прокуратуры города. Подробнее о борьбе с финансовыми пирамидами в набережных Челнах расскажем в сюжете. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Этому совету уже несколько десятков лет, но многие челнинцы игнорируют банки, предлагающие в условии нынешней экономики 15-17 годовых захоронения денежных средств, предпочитают сомнительные организации, обещающие более 20% в месяц, а порой и сказочные 500-600% в год. Число челнинских буратин уже выросло до полутора тысяч. Только верхушка имеет наживу. Все остальные, они несут свои деньги, и за счет их денег происходит выплата других процентов вот этой верхушки. То есть фактически вовлекая людей, приводя их в эту организацию, рекламируя эту деятельность, люди сами совершают преступления, являются соучастниками, мы их признаем потерпевшими. Зачастую вкладчиков даже не интересуют такие вещи, как на что пойдут их средства, за счет чего они будут приумножены, кто руководитель предприятия. Порой доходит до того, что люди доверяют свои многотысячные накопления ранее судимым гражданам. Правоохранители советуют обратить внимание на реестр саморегулируемых организаций. Если компании там нет, значит дело нечисто. Даже при наличии заявлений потерпевших выявить факт обмана сложно. Движение состава принимается наличностью, то есть в кассу, и в дальнейшем просто-напросто на расчетный счет предприятия они не поступают, отследить их движение, либо наложить арест на расчетный счет не представляется возможным. По теории права должно быть до того, как он взял деньги, он уже имел умысел на хищение. Вот по финансовым пирамидам это нужно доказать, что беря деньги у гражданина, они уже заведомо не собирались их возвращать. По деятельности финансовых пирамид в 2014 в прокуратуру поступило 66 обращений. В этом году еще несколько. В отношении восьми организаций были возбуждены уголовные дела. Под арестом находится несколько фигурантов и имущество. Еще шесть подобных компаний попали на карандаш к правоохранителям. Сейчас за их деятельностью ведется наблюдение. Правоохранители в ожидании поправок в административном и уголовном кодексах. Проект рассматривается в Госдуме. В случае его принятия у законников появится полномочия проводить необходимые проверки еще на ранней стадии возникновения финансовых пирамид. Артем Смолькин, Андрей Буслаков, Ильинар Мустафин. РЕН-ТВ. Набережные Челны.